всем привет я начинаю для вас новый блог и сейчас мы собираемся будем ехать в Ужгород это соседний город с моим поселком в принципе уже знаете мы решили делать небольшой ремент у нас есть вторая кухня и там хотим переклеить обои я уже показывала бюджетные обои с новой линии которые красивые идут с картинками получается очень такой красивый интересный рисунок еще пока не знаем ни цвета ни что выберем идем присмотреться поехали с нами пришли к бабушке с дедушками здесь комбайн как раз жнет зерно так выглядит и здесь куча куча птичек мы немножко переживаем потому что вот отсюда видно вот там уже недалеко льет дождик вот такие их марки надеемся мы успеем собрать зерно до того как и вонет дождик если кто-то не видел как это происходит вот дождик видите и вот комбайн идет к нам посмотрите какое огромное количество ласточек вот здесь возле комбайна летает близко в восторге мы стоим наблюдаем пока наши грузят зерно вот полюбуйтесь и вы вот такими чуть и самым природным как вы поняли по дороге в новую линию мы заехали к бабушке там у нее как разжались зерно помогли ей все как бы собрать сейчас новой линии пытаемся выбрать обои на нашу вторую кухню планируем взять вот такие вот фруктики на одну стену а на все другое будет салатовый посмотрите какой классный выбор вот этих обоих вообще по 105 гривен с разными узорами и рисунками рекомендую вам именно в новой линии здесь намного лучше выбор мне еще вот такие очень нравится но не на кухню какой-то с комнат хочу сделать вот видите все разные разные рисунки и недорого по дороге с новой линии заехали еще магазин а т.б. обои уже отнесли в другую комнату будем клеить в каком-то следующем блоге вам покажу также в новой линии взяли вот такие вот салфетки для автомобиля я использую для уборки и также конечно же для автомобиля еще взяли вот сейчас покажу что взяли в а т.б. около 7 гривен пшеничная каша это очень выгодная цена много упаковок это собачка и набрали вкусняшек вот такой вот бум очень вкусные конфеты рекомендую там самая выгодная цена взяли 4 упаковки 3 упаковки вот таких вот печенек в шоколаде милка милку мы вообще обожаем еще одну упаковку вот таких вот кукурузных палок набрала лиски вот такие герберы люблю вот эти именно в таких пакетиках удобно взять с собой она сразу кушает и в таких баночках тоже выгодная цена а я беру только фруктовые потому что мясные разные блюда я и варю а просто когда когда нет времени у меня должно быть такой вот фруктовый гербер очень вкусные трубочки вот эту канафету могу порекомендовать вкусняшка и в прошлый раз безумно нам понравились пряники с абрикосовой начинкой свеженькие вкусненькие еще лиски взяли вот такую вот соломку цены безумно выгодные от себя могу порекомендовать если у вас есть магазин магазин пока муж с лизонькой сижу монтирую для вас видео и посмотрю параллельно youtube и кушаю вот такое вот вкусное мороженое могу порекомендовать ванили селёная карамель относительно бюджет качество неплохой мне понравилось какие мороженки любите вы и летом кушать пишите будет интересно почитать я люблю все с карамелью мы собрались с мужем на свидание оставили лиску с дедушкой а сами идем в кино на человека-паука сейчас посмотрит расскажу вам как нам надеюсь успеем сейчас на сеанс уже после фильма гуляем по набережной кушаем вот такое вот черное мороженое выглядит красиво так скажем вкусные но зубы и все кругом черные поэтому если видеть такое мороженое не берите не рекомендую сегодня уже следующий день вчера очень круто погуляли много вам не снимала потому что хотели именно побыть с мужем вдвоем где-то пять или шесть часов мы просто гуляли одним глазом буду поглядывать что сидел ловит леска мы как раз в дворе с ней гуляем очень вам советую особенно если вы в декрете с маленьким ребенком вы так поите где-то погулять говорила что у нас есть такое традиция сможем устраивать цветки и свидания или даже я спокойно иногда ухожу с подругой гулять с интересного очень нам понравился человек павук если вы смотрели напишите как вам и советую посмотреть там есть две сцены после титров и эти сцены полностью меняют фильм ну как бы первая сцена где-то в середине титров показывает что будет во второй части человека паука и самая последняя сцена тоже очень интересная и кое-что тоже показала но последнюю сцену которая в конце титров мы вообще ждали одни уже убирали зал не понимали что мы там делаем но мы не пожалели что остались все таки мы фанаты марвел в этом блоге будет много мороженого показывала вам карамельные достаточно вкусная соленая карамелью вот это черное оно вкусное но зубы и губы все черные мужем ели фоткались прикалывались какие все все в черном как раз куча людей смотрели на датке что мы такое едим а еще хотела вам показать обожаю бижутерию особенно серьги ну точнее с бижутерии обожаю серьги у меня вот такие вот слоники с индии я вам уже когда-то показывал мне подружка привозила такие люблю сергии с какой-то историей все иду играть с лиской что интересное что будет вам покажу уже очень давно не делала сегодня решила сделать панкейки с бананом у меня во влоге есть рецепт вот с такой вот сгущенным молоком и риской очень вкусно рекомендую конечно они уже не полезная с риской сгущенка но безумно вкусно на всякий случай внизу в инфобоксе еще раз вам напишу рецепт вот таких вот панкейков мы с мужем и лиской вышли небольшой поход у нас тут возле нас возле дома в лес прогуляться хорошая погода посмотрим если уже какие-то летние грибы вот решили вспомнить про эрго-рюкзак как днем носить лиску идем вот по такой красоте здесь у нас виноградники очень красивые неплохая дорога она ведет к озеру и вот здесь вот дубовый лес решили все-таки за грибочками не заходить потому что какие-то такие достаточно я бы сказала темные тучки как вы видите у меня жирные волосы нанесла кокосовое масло благо лес возле нас буквально три минуты хода не возле людей то решила я все-таки пойти прогуляться с мужем и дочкой по дороге спустились к нашему озеру мы уже с вами тут много раз были посмотрите какие красивые тучи папа с лиской запускают жабок камешками еще хотела вам показать какой красивый кустик возле нас растет моя мама еще садила ночная красавица называется по моему очень красивые цветочки смотрите яркие разноцветные вот так выглядит по идее вечером должны вообще все распуститься уже вернулись прогулки делаю ужин буду отваривать вот такие макарошки сейчас вам показывала очень их люблю лопаста обжаривать вот такую вот колбаску очень вкусно я рекомендую именно вот это и у меня немного творога будет вот такие макарошки с колбаской и творога и не полезно но очень вкусно это вот такая вот салатная заправка с травами от торчин у нас есть домашние помидорки и огурцы сейчас соберу нарежу и заправлю вот такой вот заправкой реально безумно вкусно хоть состав конечно не идеальный но иногда позволяем себе вот такие вот вредности немножко вас попугаю я сделала масочку я вам уже сто раз говорила что когда делаю ужин чем-то таким занимаюсь то всегда наношу маску чтобы она питывалась делала свое дело пока я делаю еще тысячу одно дело вы видели мы сегодня круто погуляли сейчас муж с лиской пошел мы тут в дне в одной семьи берем домашний творог и молоко по понедельникам и четвергам лиска с папой поехали еще заедут к прабабушке там близки появился новый друг мальчик около двух лет они так прикольно друг за другом ходят очень интересно а я в это время сделаю ужин маску покупаюсь еще хочу если получится успею перед ванной заняться спортом но сперва конечно же сделаю ужин еще хотела такой информации поделиться нашла новый сериал о котором много говорили большая маленькая ложь а мне знакомые о нем говорили еще слышала блогера софия коя много раз о ней рассказывала очень классный блогер посмотрите реально ну мне нравится ее смотреть у нее немного подписчиков но действительно очень такие душевные приятные блоги так вот смотрю уже четвертую серию там всего два сезона первый сезон 7 серий и второй сезон тоже по моему будет 7 серий сейчас как раз седьмая должна выйти я пока на первом сезоне ну интересно скажем так четвертую серию посмотрела и я не могу вам ничего рассказать потому что тогда вы все можете понять наперед но там очень классные актеры Николь Кидман Виз Визерспун и еще много-много я практически всех актеров знаю состав обалденный и держат интригу это как бы детектив получается там кого-то убили нам не говорят кого а рассказывают именно историю семей и вот ты думаешь постоянно кого же убил или кто же убил ну вот так захватывает мне нравится все на этом с вами буду прощаться хочу смонтировать для вас этот блог я наконец-то надеюсь войти в постоянный ритм видео понедельник пятница 7 вечера не знаю получится ли у меня не пропускать надеюсь да буду для вас стараться все всех люблю целую всем пока пока